добрый день уважаемые зрители сушки с вами канал геоэнергетика инфа я борис марсенкевич и сегодня вдвоем с александром фроловым мы попробуем посмотреть на те новости которые приходят географически не из европы но непосредственно с ней связаны на этот раз новости будут жаркими южными александр добрый день добрый как бы продолжаем беседовать в рамках темы заданный нам нашими замечательными партнерами из компании сименс странной ситуации с северным потоком но и поговорим о тех последствиях которые принесла который принесла с собой ситуация с северным потоком и направляемся как это не удивительно для начала я начну если можно прям сразу с европейского союза потому что эти все новости они греют душу в очередной раз они выкопали стюардессу в смысле о чем я о чем они в очередной раз взяли и пошли в израиль договариваться о поставках газа из этой богом спасаемой страды потому как где же еще взять газ наше тревожное время суток как не в израиле я могу тебе ответить с чем это связано очередная попытка явиться с визитом в катар натолкнулась просто на закрытую дверь ибо эмира которая вот эти эмиссары утомили утомили эмиссары побрели в сторону святой земли давайте да там тем более не особо далеко идти вот и не надо выйти 40 лет гораздо меньше взял пошел хопа и уже месяца через два ты на месте но опять же смех смехом но почему пошли в израиль почему даже не столь важно почему пошли в израиль хотя понятно что из разумных источников получить газ невозможно вот мы говорили уже про то что в соединенных штатах возникли проблемы а это один из двух главных поставщиков газа для краткосрочного рынка вместе с австралией а в австралии сейчас назревает энергетический кризис поэтому австралия немножечко встала на паузу но австралия опять же вот она сидит в своем углу пусть сидит мы смотрим на соединенные штаты у них авария кому идти катар катар говорит ребят во первых мы собираемся увеличивать производство жиженного природного газа только через несколько лет и вот к двадцать седьмого году если вы придете может быть о чем-нибудь договоримся сейчас вы о чем у нас три четверти газа на долгосрочных контрактах где в азии все до свидания мы везем китайцам мы везем в южную корею мы везем в японию для вас газа нет значит куда надо идти надо идти в те места которые распиарены есть ряд распиаренных газовых проектов со временем эти места меняются потому что я думаю многие уже даже не вспомнят там проект набуку который был благополучно похоронен хотя в свое время в него тыкали пальцем говорили вот россия готовься сейчас газ как предел с ближнего востока по газопроводу набуку потому что ну не дураки же в европе сидят раз они объявили об этом проекте они его точно реализуют но не дураки же там сидят ну ну не дураки сидят ну не дураки нет и тут ответ дал лавров ну да ответ лаврова мы не будем вставлять я думаю его и так все знают сейчас распиаренные проекты другие в частности одним из таких проектов является добыча в израиле там есть два месторождения на шельфе поставки с которых пытались сначала осуществить путем строительства газопровода до острова кипры от острова кипр до вот материковой части материковой части европейского союза а сейчас концепция поменялась сейчас предлагает а давайте по действующим газопроводом прокачивать газ египет в египте его сжижать и посреди земному морю поставлять этот газ в европу а каких объемах теоретически может идти речь теоретически там речь может идти о где-то если брать недозагруженные мощности египта по сжижению максимум о пяти примерно пяти миллиардных кубических метров газа этот объем не спасет отца русской демократии европейской демократии тоже и мать европейской демократии тоже не спасет но опять же самое главное здесь самое главное для нас вот ну как для людей наблюдающих за рынком энергетическим а кто там подписывал документ и как называется этот документ о поставках газа из израиля не меморандум ли он называется этот документ и не политические ли деятели подписывали этот документ или может быть там были какие-то энергетические компании которые будут поставлять этот газ которые подписались под конкретными объемами которые договорились о цене о сроках начала поставок почему-то не объема не срока начала поставок ну цена ладно это предмет коммерческой тайны конечно об этом никто не скажет но почему-то там присутствовали политические деятели и подписали они меморандум то есть филькину грамоту которая не обез которая не носит обязующего характера там не подписали контракт александр я будущее адвокатом фильки вот что должен заявить если подписывается политический меморандум между израилем и европейским союзом о том что газ который предстоит сжижать в египте будет поставляться в европу фиг отдыхает ну там по-моему представитель египта был то есть все нормально что не надо эти глупых вопросов зачем это завода кто кто эти люди фу от них они какие-то производственники зачем их вообще звать на такие важные мероприятия еще раз то есть европейский союз точнее европейские лидеры занялись тем чем занимаются коты когда им нечего делать и они поехали коты обычно едут в израиль и подписывать меморандумы то есть это настолько бессмысленная трата денег времени человека часов чтобы словами не передать вам необходим газ сейчас а вы подписываете декларацию фактически что вот неплохо было бы неплохо было бы при том как это подавалось впервые был подписан документ который позволит поставлять газ из израиля в европу ребятки несколько лет назад уже подписывалась подобного рода филькина грамота только вот по только она касалась выше описанного проекта по доставке трубопроводным транспортом проект истмет истмет да 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 истмет кстати где он вот договор точнее меморандум был подписан ни одной компании там не присутствовало где истмет дорогие друзья за эти годы 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 можно было уже благополучно все построить тем более тем более ну свободные трубоукладочные мощности имеются но нет почему-то нету не только строительство но и заинтересованности что самое важное энергетические компании в этом невероятно выгодном проекте ну собственно говоря мы сейчас посмотрим на поста я еще раз я вот предлагаю максимально в клубе в клубе европейских знатоков лучший вопрос на лучший ответ на вопрос истмет где дала урсула фон дер дайн да и пошла значит заниматься тем чем занимаются коты подписывать меморандум конечно же ты обычно подписывают меморандум дорогие друзья так вот а то есть политическая составляющая здесь превалирует над экономической притом настолько настолько ярко что это уже начинает не то что пугать это ладно не будем эти 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 вот яркие слова использовать но это начинает напрягать если угодно то есть у людей перед людьми стоит вполне конкретная задача вполне конкретные проблемы конкретные проблемы не просто ох демократия в опасности вам не хватает мудрецы газа вам энергоносителей не хватает сделайте этом году в этом году и в этом месте на этом неделе на этой неделе уже не хватает и вот кстати про эту неделю с 21 по 28 июня на паузу встает турецкий поток это плановое мероприятие летом газопроводы на газопроводах проводятся профилактические профилактические работы потому что ну российская федерация ответственно относятся к своим обязанностям как поставщика газа поэтому оборудование постоянно проходят необходимые необходимые осмотр необходимые ремонтные работы проводятся и делается это ли это летом потому что как правило но не в наше неспокойное время как правило летом спрос на газ меньше чем например зимой поэтому летом это делать проще и об этих работах предупреждают всех и вот на следующей неделе турция балканы и возможно чуть-чуть венгрия перестанут получать газ по турецкому потоку плохо ли это нет это неплохо к этому и венгрия и балканы и турция готовы но на фоне текущих новостей про северный поток на фоне бессмысленных подписаний меморандумов с израилем это скорее всего вызовет на рынке очередной приступ паники потому что в ситуации когда вам уже газа не хватает и вы получаете новости что откуда-то там газа еще какое-то еще направление приостанавливает прокачку это ну это взорвет рынок опять же это скорее всего будет паника после этого цены опять рухнут до каких-нибудь ничтожных значений типа там 1300 1200 долларов за тысячу кубических метров но следующая неделя думаю для европейских бирж будет довольно горячий ждите ребята во вторник может быть интересно ну и раз уж мы заговорили про горячие новости из горячих мест должен сообщить такое у нас почему-то не проходило в центральной прессе в очередной раз алжирская компания сона 3 объявила своим испанским партнером что в том случае если испания не откажется от реэкспорта газа в марокко возможно полная остановка прокачки газа в испании напряженные двусторонние отношения марокко и алжира продолжаются они обострились год назад и после того как испанские политики заявили что они намерены спасать марокко алжирским газом в алжире сказали нет вот это у вас не получится после этого пошло возражение что это же конечно будет не алжирский газ он смотрите сколько у нас регистрационных терминалов и конечно мы прикупим газ в америке для того чтобы качать его в марокко уже не долго слушали эту тираду и сказали нет у вас последняя неделя для того чтобы дать нам ответ правильный ответ не про американские спг не про регистрационные терминалы а только о том что в поставок в марокко не будет другие ответы не принимаются так что не исключено и вот здесь мы приходим к еще одной важной мысли что европейский союз под крики то есть можно как угодно верить в то что в европейском союзе очень умные лидеры они все продумали что вот у нас вот ближайшие два три месяца ох начнется можно говорить о том что посмотрите на ситуацию в россии посмотрите на инфляцию в россии ну хорошо против нас то санкции вели против нас экономическую войну ведут против против нас экономическую войну ведут уже как минимум восемь лет дорогие друзья кто там в комментариях рассказывает о том что ой а посмотрите на ситуацию у нас ну а хорошо что смотреть на ситуацию у нас против нас экономическая война ведется ну понятно что наша экономика будет страдать но кто ведет экономическую войну против стран Европейского Союза, кроме лидеров Европейского Союза. Я, честно говоря, даже не знаю. Поэтому нам интересно посмотреть на те ошибки, которые они совершают. Наши ошибки, извините, количество критиканов, которые рассказывают, как у нас, все неправильно достаточно. А люди, которые... Достаточно людей, которые говорят, вот посмотрите, а вот там вот умные ребята сидят, вот посмотрите, вот там вот все по уму. Ребятки, а вот нам интересно поговорить о том, почему у них не по уму. Вот, например, вот мне интересно поговорить, почему у них не по уму, чтобы и вам, может быть, стало стало тоже это понятнее. Адоль Шольц предупреждает население Германии, что при его плохом поведении будет введен седьмой пакет санкций против России. Ну, собственно говоря. То есть, когда мы говорим про то, как у них там, как у них там, это не значит, что мы игнорируем, как у нас тут. Кстати, наш президент на МЭФе об этом говорил, что да, у нас инфляция действительно двузначна. Но и мысль-то он высказывал, в общем-то, логичную, что против нас-то санкции вели. У нас сложная экономическая ситуация, безусловно, против нас ополчились наши традиционные партнеры. Кто ополчился против наших традиционных партнеров? Это что ж, это мы им взвинтили так инфляцию? Какие мы молодцы? Так вот, то есть, поэтому интересно поговорить о том, как у них там происходит, чтобы не повторять те же ошибки. При том, что нас зачастую тянут по той же тропинке, по которой уже прошла Европа. Нашу энергетику тянут по той же тропинке и говорят, вот смотрите, у них же там работают, там же умные люди. Они же все понимают, они же все просчитали. А давайте мы будем так же делать. А давайте не давайте. А давайте мы не будем так же делать. И вот мы здесь объясняем, почему не надо делать так же. И вот здесь я прихожу к следующей мысли о том, что Европа под крики о том, что Россия недостаточно надежный поставщик. Ой, ей доверять нельзя. Она загоняет себя в ловушку, ставя себя в реальную зависимость от других поставщиков, которые не применуют повыкручивать руки. То есть вот Алжир сейчас, это просто первый звоночек. Первый яркий звоночек. Это пока еще до Норвегии не дошло текущее положение дела. И Норвегия не осознала, что она держит фактически своих европейских партнеров немножечко за мягкое вымя. Потому что Норвегия после России была крупнейшим единоличным поставщиком энергоресурсов. И тут фактически Норвегия, у Норвегии просто все козыри на руках. Может, Норвегии сейчас что-нибудь интересное спросит со своих брюссельских коллег. Ну ладно. Тут я хочу завершить этот блок про экономические последствия двумя вещами. Первое. Рост цен. Когда вы видите рост цен в Европе на всяких новостях, то есть реального дефицита еще нет. Но все понимают, либо считают, что вот он будет, либо еще какие-то опасения испытывают. И поэтому вот цены растут. Потом, когда ситуация несколько в большей степени начинает осмысляться, цены, как правило, чуть-чуть снижаются. Но обратите внимание, они сейчас все равно примерно на 400 долларов выше, чем были вот еще недели две назад. Это первый момент. Момент второй. В завершение, по крайней мере, с моей стороны этого блока про экономические последствия, я замечу следующее. Прошла новость о том, что... Прошла новость в Блумберге. Вот как Борис любит. Один Блумберг сказал, что по данным Gas Infrastructure Europe 14 июня европейские подземные хранилища газа ПХГ были заполнены на 52%, а на следующие сутки этот показатель снизился на 1% пункт. Ну, не на 1%, а на 1% пункт. То есть до 51%, видимо, процента. Смотрите, данные такие. 13 июня заполненность ПХГ 52,55%. 14 июня 52,04%. То есть снижение, ну, фактически на полпроцентных пункта с 13 на 14, а не с 14 на 15. Ну, окей, допустим, может дальше пройдет падение, но нет. 15 июня 52,37%. 16 июня 52,69%. Разумеется, часть статистики, которую дает ГИА, для простоты Gas Infrastructure Europe, ГИА будем так называть, это статистика, часть статистики, которую дает европейцы, носит, скажем так, оценочный характер. Например, оценка запасов в Германии, Нидерландах и в Испании до сих пор оценочная. Возможно, Блумберг, я допускаю, Блумберг посмотрели до уточнения какой-то статистики, увидели вот это снижение, выдали новость, может так быть, действительно. Но вот уже потом статистику уточнили, этого снижения нет. По крайней мере, есть с 13 на 14, а с 14 на 15 ее нет. И единственная страна, где действительно сокращаются запасы, это Великобритания. Притом сокращает запасы компания Юнипер. А компания Юнипер – одна из тех компаний, в адрес которых сократились поставки газа по Северному потоку. Это, кстати, не означает, что заполненность подземных хранилищ не прекратит увеличиваться. Скорее всего, в случае дефицита она начнет сокращаться. Более того, сейчас у маленьких, юрких, эффективных компаний возникает то же самое искушение, которое они уже испытывали и реализовывали летом прошлого года, когда они смотрят на рост цен и думают, зачем мы будем ждать зиму. Мы закачали по 950 долларов, а сейчас 1500-1600. Давайте продадим по этой цене. Хопа, они чуть-чуть продали, цена чуть-чуть упала, и вот она уже 1300, и все равно есть предпосылки для распродажи газа. То есть пока мы не наблюдаем резкого сокращения запасов, мы не наблюдаем при остановке закачки, но, скорее всего, при наиболее вероятном развитии событий этот процесс начнется, то есть сокращение запасов начнется, при том не потому, что вот даже будет дефицит, а потому, что маленькие, юркие, эффективные компании захотят подзаработать. Нельзя ставить свою энергобезопасность в зависимость от поведения безответственных, маленьких, юрких, эффективных компаний. Александр, во-первых, если ты будешь так остро реагировать на сообщения Блумберга, ты нарушишь покой на берегу, где мы находимся, для того, чтобы наблюдать за тем, что у нас плавает по речке. На мой взгляд, независимое агентство ОБС, один Блумберг сказал, в очередной раз подтвердило свою высочайшую квалификацию. Не более того. Поэтому переходи на нашу сторону, у нас есть масло, мы можем пожарить попкорн. Да-да-да. Может быть, они просто заглянули в завтрашний день. Как мы знаем, в завтрашний день не все могут смотреть. Но вот Блумберг, видимо, может. ОБС на своем высочайшем уровне. Я думаю, что достаточно нам разглядывать Европу. Мы действительно делаем это не для того, чтобы позлорадствовать. Мы действительно пытаемся конспектировать то, чего делать нельзя. То, чего ни в коем случае нельзя допускать у нас в России, чтобы не получить тот результат, который мы наблюдаем по ту сторону нашей границы. Не более того. Если люди хотят проводить над собой эксперимент, ну, давайте посмотрим за результатом этого эксперимента. И не будем идти по той же дороге. Потому что результат нашего эксперимента, если мы идем тем же путем, будет такой же, а нам не хочется. Я думаю, что на этом обзор южных новостей сегодня есть резон приостановить, для того, чтобы посмотреть, каким будет решение Алджира, собственно говоря. Они не называют это неким афронтом или еще какие-то там слова. Нет, они просто ждут уточнения. Ждут того, когда будут произнесены верные слова. Реэкспорта в Марокко не будет. В противном случае будет противный случай. Появятся ли еще какие-то новости? Они на самом деле есть. По МАЭФе действительно были представители стран, находящихся значительно южнее, чем Россия. Но я думаю, что это отдельная тема для разговора о том, какие газовые проекты в мире есть. Если немножечко точнее, то в Евразии. Но это уже те новости, которые не связаны с частью света под названием Европа, где живут люди добрые на вид, на лицо европейские. На лицо прекрасные, гадкие внутри. Где-то так. Я думаю, что пока достаточно. Будем смотреть, как будет идти в развитие. Может быть, свое слово скажет, например, компания «Оператор» израильских шельфовых месторождений. Компания носит гордое название «Эксонмобил». На политическую встречу их не приглашали. И нельзя исключать, что у нее есть мнение, отличное от мнений европейских лидеров. Что ж, всего хорошего, до свидания, до новых встреч. Всем всего самого доброго, продолжаем следить за событиями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok